Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна Очень хорошо распределены роли, продумано очень многое Я думаю, отрепетировано очень хорошо, оплачено То есть очень много денег вбухано в подготовку и проведение И поэтому никак не скажу, что это какие-то спонтанные реакции на что-то такое Я думаю, что какие-то определенные силы, мы поговорим, может быть, и об этом тоже Подготовили все, а потом ждали возможности Может, пытались ее создать, может быть, понимали, что она все равно придет Потому что, так сказать, в каждый день убивают десятки, если не сотни людей В том числе большинство из них, в общем-то, особенно в городах типа Чикаго Черные, поэтому было понятно, что в какой-то момент выскочит что-то, на чем можно, так сказать, объединиться Ну и, естественно, все время ходили мебели люди с камерами, с телефонами, которые ждали момента, снимали И посылали в центр, а это годится Вот это вот очень красивое, так сказать, видно сразу же, что на шее стоял человек То-то там что-то такое кричал, говорил, не что-то такое кричал, а кричал там задыхаюсь, задыхаюсь То есть все очень подошло, так сказать, к тому сценарию, который разыгрывался Я сейчас не к тому, что я за то, чтобы люди становились там на шее и коленями и души Я надеюсь, что все понимают, что я не про это говорю И долго раздуваемое к десятилетиям уже как бы пламя, искра, пламя того, что у черных в их обществе Что им не дают, им не додали, все равно они не смогут никуда пробиться, все равно у них ничего не получится Потому что, не потому что они такие плохие там и там тупые А потому что вот есть некие белые, которые у них есть привлечь, они рождаются, у них все можно Мы рождаемся черными, нам ничего нельзя Наши предки были рабами, а мы ничего не лучше Они там не дают Ну и, так сказать, эту группу населения все время их лидеры держат в этом состоянии Потому что это такая сколоченная, получается, группа населения Голосует тогда за тех, кто обещает, как можно больше дать, отобрать и дать Эти идеи все время о том, что нам вот должны за то время, что какие-то наши предки были рабами Нам должны отдать часть Америки, которая руками якобы этих предков создавалась И тому подобное Опять, я не даю никаких оценок, я просто рассказываю о том, что у них голова происходит И не важно действительность, не важно, эти люди живут на, так сказать, зарплаты Пусть небольшие по американским понятиям, или там на безработицу, там по американским понятиям маленькие Но с точки зрения 99% населения земного шара потрясающе, что называется, мечтали бы такое получать Мечтали бы иметь машину или дверь в семье, там телевизоры, квартиры, там и т.д Да, по сравнению с другими, они живут в Америке плохо И это самое главное Они живут плохо, им объясняют, что происходит потому, что вот некие белые и плохие люди Может даже они сами этого не знают, белые и плохие Но вот самим фактом того, что они белые, они хозяева, и они там не дают им Им на горло встали Вот, так сказать, на эту почву очень легко, так сказать, на этот сухой хворост Очень легко было бросить спичку И особенно, если ты хорошо организован, очень хорошо финансирован, то и произошло то, что произошло Мы видели три отряда, так сказать, людей, очень четко в Лос-Анджелесе это было видно Один отряд — это организаторы, они ходят с очень похожими, с этими самыми, бэкпэк, как называется, рюкзачками В них там молотки, там баллончики, какие-то бутылки, еще что-то Значит, они подбегают к окнам магазинов, которые кто-то на этих окнах, вернее, на асфальте перед этими магазинами начертил какие-то магические знаки Там типа крест, там минус, не знаю, плюс Они бьют молотком или чем-то еще эти окна Потом вынимают перчатки из своих рюкзачков С этими перчатками вынимают стекла, чтобы никто не порезался, но сами Потом в магазин не лезут А они тут бегут бежать в следующее окно А в этот магазин начинает лезть второй отряд, который уже пришел с мешками Кто поумнее, кто поглупее, без мешков И в охапках хватают все, что можно из магазина, вытаскивают, бьют, опять же Потом еще по дороге дерутся за награбленное Это я первый взял, я отнимаю друг от друга, ворую друг от друга Бегут куда-то, куда-то это складывают И похоже, что возвращаются обратно, потому что открыт следующий, следующий, следующий магазин Это вот второй отряд А третий отряд, это те, которые уже теперь там не только черные, а уже смесь черных и белых И они стоят перед камерами на каких-то площадях, ложатся, садятся, кричат Не могу дышать, воздуха, там прочее, прочее Позируют перед камерой, пришла новая камера Снова начинает делаться то же самое Значит, так что три разделения обязанностей Много денег В Лос-Анджелесе, скажем, находили бачки, ну, которые нормальные, вроде бачки для мусора А вдруг в этих бачках кирпичи сложены, или камни сложены, или что-то еще То есть кто-то заранее все это притаскивал, ставил То есть есть еще отряд, который готовит все это То есть крестики ставят перед магазинами, которые надо воровать Там ставят минусики, перед которыми не надо их разбивать Доставляет туда камни, доставляет туда кирпичи и т.д. Вот, а есть еще, значит, пятый и последний отряд этих же людей Это называется полиция Если вы заметили, то все 30 городов, в которых происходит вот это вот Пожар, ограбление и тому подобное 29 из них под руководством мэров-демократов И один Лас-Вегас под руководством мэра не республиканца, независимого Но который, так сказать, близок к демократам И того, значит, в 30 городах идут пожары В 30 городах полиции дадут приказ не трогать, не вмешиваться Мы уже знаем, что такой приказ дал Деблазио, 100% совершенно точно И мы видим, что такой же приказ дал наш мэр, значит, Горсетти в Лос-Анджелесе А, например, значит, вот второй день там райот, он третий был, но у нас второй, значит Там первый раз-то было, значит, в Менеаполесте, но второй день у нас, третий Вот третий день у нас, значит, колонны зашли в Санта-Монику Откуда-то их привезли, доставили туда, они зашли в Санта-Монику С двух сторон, или с трех, зашли в Молл И полностью его разграбили, потом начали поджигать Полиция в это время оцепила всю округу И стоя мимо нее, она вбегали, выносили, грузили, там что-то делали А полиция стояла, молча на все это смотрела И тогда отворачивалась смущенно Ну, значит, где-то три-три с половиной часа все это продолжалось После того, как они все это вынесли, ограбили, разбили и начали поджигать Полиция пошла внутрь и вот начала уже очищать от безнующихся толп Так что кому-то это нужно зачем-то Можно спекулировать, мы не знаем точно Я не думаю, что мы точно выясним когда-либо это То есть какие-то подробности выскочат, но точно все мы не выясним Я думаю, что это очень хорошо спланированная, очень хорошо оплаченная Очень хорошо, так сказать, продуманная акция Которая будет иметь обычный, неожиданный для организаторов развитие Дело в том, что они все считают, что они как подняли толпу, так они ее успокоят А толпу успокоить очень сложно, потому что вот, когда я скажу, все, хватит, да? Они не останавливаются, они продолжают Может в меньших масштабах, но им нравится это, вся эта история Работать не надо, зарабатывать не надо, тебя не трогают, грабь, так сказать Единственное, что это ни в кого не стреляй, потому что если будешь стрелять, то в тебя будут стрелять А так делай все, что угодно, забирай вещи, забирай продукты, забирай медикаменты Забирай машины, грабят дилершипы, залезают, машины заводят, уводят все толпу Счастливо все кричат «Ура!», рукоплескают и тому подобное Но толпу это будет безумно сложно успокоить И они будут продолжать стайками потом бегать и грабить дома уже, я думаю Но только демократы не понимают, ну, те, которые, как бы, так сказать, в той части, которая заговор устраивала Они не понимают, что у них на доме не написано буква «Д» А кроме того эти читать-то они не умеют И плевали «Д» или «Ар» Они будут влезать и в эти дома, и в эти магазины И будут точно так же грабить и разбивать, и, может, убивать, так сказать, тех белых, которые демократы Точно даже тех белых, которые республиканцы Ровно 11 лет назад, 4 июня, во время своей Каирской речи Президент Барак Хусейнович Обама заявил, что в маленьких городках и в больших мегаполисах Поколение, а нет, как же он сказал, тысячи людей, так сказать, возвышают свой голос В знак протеста, в знак... Не со злостью, а anger, ну, со злостью Потому что целые поколения черных американцев страдали от рук криминального правосудия И молодые, и старые, и черные, и белые семьи, и друзья Присоединяются для того, чтобы сказать «енав» из «енав» Это было 11 лет назад И это был такой старт дан накручиванию всей этой системы А давайте попробуем принять звонок Добрый день, пожалуйста, в эфире Добрый день Можно сказать несколько слов по поводу сегодняшнего выступления Трампа И Жакон, который он подписал Ну и, конечно, реакции представителей масс-медиа Которые присутствовали на этом выступлении Спасибо Сегодня, да, как он подписал исполнительный указ Какой-то я, к сожалению, не мог посмотреть Добрый день, сказать, что у меня сегодня утро было посвящено Трем аж интервью долгим с российскими и украинскими средствами массовой информации Все хотят знать, что у нас происходит Поэтому я просто не включал ни телевизор, ни новости на экране и прочее Поэтому, к огромному сожалению, я тоже не смогу ответить на этот вопрос По-моему, речь идет о ППП Вот то, что они бы демодифицировали То есть очередное какое-то мероприятие, связанное с поддержанием экономики Единственное, что я застал после того, как Трамп подписал А вот эти вот корреспонденты с низкой социальной ответственностью Пытались ему задать вопрос Каким образом хорошая экономика поможет Джорджу Флойду? Каким образом хорошая экономика? То есть несколько раз повторил какой-то дебил вот этот вопрос То есть исполнительный указ, который закон, который он подписал Направлен на улучшение экономического положения в стране Сегодня вышли данные по безработице за май месяц И вот он об этом говорил и подписал этот закон И вот удивительный вопрос задает журналист То есть его задача была Ну, собственно, у них у всех, кто там собирается У подавляющего большинства этих журналистов Задача не поделиться информацией, которой с ним делится Или пресс-секретарь, президент Или сам президент, выступая на пресс-конференции А спровоцировать какую-то гниль, какую-то подлость И потом вокруг этого написать какую-нибудь фейковую статейку очередную Чтоб богиноголовые все это схавали Потом вышли на улицу, потом массово стояли на коленях, на карачках В общем, как угодно У нас вчера в Баффало-Гроф прошло мероприятие Вот протест такой Но, слава богу, по-моему, сегодня будет очевидец у нас Парень, у которого там бизнес в этом месте рядышком Так вот, порядка четырех тысяч человек собралось Ну, конечно, черных там не было Это только одни белые, у которых чувство вины За то, что они угнетают черных Вообще удивительно, блин И они стояли, посыпали голову Пусть не угнетают Совершенно верно, пусть не угнетают Пусть у них чувство вины, пусть они не угнетают Ну вот они встали на карачки и, так сказать, поклялись в верности А вот в Вашингтоне дорога, которая ведет к Белому дому По распоряжению мэра Большими желтыми буквами Прям написано Black Lives Matter Деньги налогоплательщиков работают Ну, я скажу так У нас свобода Пиши, что называется, что хочешь Пока ты не призываешь никого убивать Там прочее Крови Кроме того, я считаю, что если человек угнетал И понял это вдруг в какой-то момент То он извиняется за это А за меня никто не извиняется Потому что я никогда не угнетал Давайте попробуем принять звонок Добрый день Алло, Сергей, здравствуйте Здравствуйте Силадельфия беспокоит Здравствуйте У меня все время не выходит из головы один вопрос Я Вас хочу спросить, как Вы к этому относитесь Смотрите Они все орут Все орут Что наша полиция жестокая Она неправильно работает Я не понял А кто управляет этой полицией? В городах Правильно Совершенно верно Это то, о чем я сегодня говорил И сделал маленький такой пост в Фейсбуке Спасибо большое То есть Я так думаю, что подходить к этому Ну, вопрос надо задавать, конечно Но подходить к этому логически, рационально не нужно Это совмещение трех вещей Первое, действительно ощущение того, что Что бы мы ни делали, ничего у нас не получится У определенной группы населения Мы можем им сказать Ребята, так учитесь Ребята, так делайте это Ребята, не трахайте Не делайте восемь детей от разных женщин И т.д. Но это без смысла У них же в голове нету Что одно как-то имеет отношение к другому И кроме того, если они были способны делать логические заключения Они давно их сделали То есть разговаривать с ними можно Либо на уровне эмоций Либо на уровне силы Больше никаких других вещей они не понимают Значит, вот с ними на уровне эмоций разговаривают Те, кто пытается их, так сказать, поднять Это люмпины, как в Германии Как были в России, так сказать Когда-то вот до 1914-15-16 Когда с войны вернулось довольно большое количество солдат Которым нечего было делать Которые умели стрелять Которые хотели чего-то Видели, что за границей жизнь лучше И хотели такую же жизнь И вот здесь кто мешает? Царь мешает Кто пообещал, что не будет войны? Большевики пообещали Или там большевики Или там кто-то еще Ну и пошли за ними и стали играть Значит, как бы то же самое Просто, господа, ну не будет у нас 1917-го года Не в этом опасность Опасность в молодом поколении, которое мечтает В молодом поколении белых Обученных с колледжем и тому подобное Белых, которые мечтают, чтобы Значит, у кого-то мистического Богатого отнять Не у них, ни в коем случае Они же не богатые, правильно? И какому-то мистическому, хорошему Значит, вот, бедному отдать И тогда все будут счастливы И все будет хорошо Во веки веков Вот это вот бредятина Она приведет Америку на край чего-то А то, что сейчас делается черными все Нет, это попытка расшатать Которая может Такой гембл называется, да? Либо оно расшатает Либо, наоборот, приведет к тому Что 65% белых в этой стране Сплотятся Там, из них 60% сплотятся Чтобы, не дай бог, вот эти панды Не пришли к власти Наверное, радиослушатели не имел в виду Что идти на саус-сайт Чикаго Объяснять им, что такое Что, почему и как Он имел в виду неких белых Пропагандистов И в том числе и среди нашей общины Есть такие, которые тоже вопят Отвизжат, что страна у нас Погрязла в расизме И так далее Причем, к сожалению Некоторые официальные лица Я вот тут пару дней назад Слушал пресс-конференцию Эспора Министра обороны Который сказал, что Безусловно, существует Институционный расизм Это ложь абсолютно А если уже институционный Расизм существует Это значит, что Расизм существует Благодаря усилиям либералов Потому что Если черные жалуются На жестокое обращение Со стороны полиции Там, скажем, в Чикаго В Нью-Йорке Или в Лос-Анджелесе Или в Сан-Франциско Хочется задать вопрос А кто же возглавляет Городское управление А городское управление Возглавляют либералы А кто же назначает Шефа полиции Как кто Мэр Либерал Мэр назначает Своего шефа полиции А кто прокурор Прокуроры тоже либералы А судьи и либералы Так простите меня Может тогда Вы зададите свой вопрос Тем фрикен прокурорам Мэром Которых вы избираете Полицейский Исполняет Волю политического Политической фигуры То есть мэра города Леон, скажите Что я не прав Или прав Да, совершенно прав Но опять Это у нас получается Мирсобойчик Мы все понимаем Все правильно Им говорят Что кто-то Вас угнетает Я кстати Эспера не слышал Он сказал Что есть К сожалению У меня челюсть У меня челюсть отвисла После того Как он произнес Ну значит Гнать его надо В три шеи Потому что если существует Значит он его допускает Совершенно верно Если он его допускает Значит надо В три шеи Его гнать А может в четыре шеи Добрый день Пожалуйста Сергей извиняюсь Еще раз Вы очень правильно Подметили Я имел ввиду То управление Которое нанимает Назначает Просвещает Обучает Понимаешь А теперь они Хотят реорганизовать Уменьшить фонды Убрать полицию В Чикаго Крики Вы лучше знаете Убрать полицию Мы сами разберемся Так что Нас ведущий Немножко Не туда Завел Все понятно Нет Вы абсолютно правы Я уже сказал То что вы имели Да 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 Именно так Я хочу Чтобы именно Услышали Кто управляет Кто назначает Кто выбирает Кто хочет Реорганизовать Кто льет Слезы По поводу Этого Задушенного Этот белый Полицейский Конечно идиот Я о нем Вообще ничего Не говорю Это просто Кретина Трое которые Стояли Не менее Кретины Ну такие есть Интеллектуалы Туда не идут Это раз Но второе Никто не вспомнит Что это черный Такой же Как все остальные В ваших районах Пришел купить Сигареты Дал Липа Это фальшивые деньги Это уже никто Не вспомнит Мы будем сейчас Четыре месяца Панихиду Праздновать Вместо того Чтобы они у себя В комьюнити Работали Воспитывали Разговаривали Вот это правда Поймайте А сейчас они Выльют на нас Все это дерьмо Так И белые Будут становиться И молиться Спасите нас Мы с вами Вот и все Чем это закончится Спасибо Спасибо Я не знаю Хотите что-то К этому добавить Или примем Следующий Пусть кто Кто хочет Становиться на колени На свободная сторона Пусть становится Единственное Что хочу сказать Что с коленей Встать Значительно сложнее Чем на них На них встать Вот Россия Там сколько Уже летом Она поднимается Скорее не получается Ну и что Ну и пусть Они давно На коленях Стают Они давно Лежут Бегают черные По городам Им понравилось Им показывают По своим Инструкциям Через видео Значит Пусть белые Лежут вам Сапоги Вот они бегают Ловят какую-то Девушку Говоришь Там поцелуй Мне сапог Потому что Если ты не сделаешь Значит Ты там Какая-то Суфражитель Он говорит Нет Где сапог И начинает Сладиться на колени И целовать сапог Пожалуйста В выходе Здравствуйте Уважаемый Леон Как вы думаете Разберутся ли Американские избиратели Рядовые американцы Ну особенно Те которые Как бы Не присоединившиеся Ни к левой Ни гипократической Ни республиканской Партии Кто виноват Во всех этих погромах Что это Вина демократов И как они Потакают им И все такое прочее И что это Вина Демократических Руководителей Мэров И губернаторов Которые не приняли Никаких мер Чтобы остановить Эти побоища Или Они будут считать Что виноват президент Что не принял Никаких мер Спасибо большое Это дело Это дело Трампа И его людей Объяснить Народу Что в 30 Городах В которых Проходили погромы Все 30 Мэры Демократы Что во всех 30 Руководители Полицейских Департаментов И т.д. и т.п. Демократы Что В штатах В которых Демократы Губернаторы Это разные Подчинения В этих штатах Нам не дают Выйти Из дома И снова Пойти на работу А в штатах Республиканских Дают То есть Намного более Свободно После этого Ну в общем В значительной степени Надуманной Не надуманной Она не придумана Но она В истерику Введена Вся эта история С ковидом Это дело Трампа И его Избирательные Компании Донестили На нас информацию Что Во всех Республиканских Штатах Которые Выправляют Губернаторы Где живет 190 миллионов Человек Включая И нелегалов И временных И тому подобное Умерло 15 тысяч Чек От ковида А в демократических Штатах Где живет 170 миллионов Чек Меньше Умерло 85 тысяч Человек Что Невозможно Никак Ни по какой Статистике Ни по какой Теории вероятности Невозможно Точка Не может быть В 6 раз Больше смерть Просто от того Что ты живешь В штате Где губернатор Демократ Вот это дело Трампа И его избирательные Компании И они прекрасно Умеют это делать И у них будет еще Очень много Других материалов Теперь отвечают Конкретно уже На вопрос Вот давайте Представим себе Так Не будем брать В расчет Скажем Черное население Там допустим И население Оголтело Вот это Которое готово Становиться на колени И замаливать Грехи За все Что угодно Что они Не делали То есть Они этого Не делали Они говорят Мы Мы Нет Но мы Ставимся на колени И просим Потому что Другие А другие Говорят Мы нет Но мы Становиться Не будем Все разница Так вот Вот эти Другие Которые Не готовы Становиться На колени У которых Есть гордость Какая-то За свою страну Которые Знают Точно Что Ниакого Институционного Расизма Нету У нас Потому что В институте Ну кто же может Колледж Не взять черного Потому что Он черный А кто может Не пустить Черного На работу Не принять Если он будет Лучше По квалификации Чем зеленый Белый Одноглазый И тому подобное И например Пришел тебе снимать Парыш пришла Снимать Квартиру У тебя А ты сказал Нет вы черный Я черный Не пускаю Ну как это Можно все сделать То самое Что легко Все делалось В союзе Советских Социалистических И делается В куче других Мест По отношению Скажем К евреям Но нету Здесь Институционного Расизма То что Есть расисты Я уверен Есть антисемиты Я уверен Есть люди Католиков Абсолютно точно Если люди Не любят Пуэрториканцев Я уверен Но нету Институционного Ни расизма Ни антисемитизма Кстати Антисемитизм Начали нагонять Но это отдельная История И вот люди Которые В нормальных Скажем Местах Живут Нормально Смотрят На все это На этот Телевизор Но в каком состоянии Они сейчас находятся Неужели кто-то Подумает Что они решат Что это Трамп Который Все это Организовал Или Трамп Это не остановил Когда Сто раз Им скажут Еще И они сами знают Что Трамп Не может Ввести войска В Майами И оккупировать Майами Не может Потому что Ни один военный По его приказу Туда не пойдет И Вашингтон Не пойдет И прочее Максимум Национальная гвардия Которая Введение У губернаторов Что Трамп Может сделать Это по просьбе Губернатора Может добавить Резервистов Из федерального Что называется Реестра И все Значит только Идиот Может считать Что этот Трамп Идиотов полно Да Но представить себе Что те люди Которые на все это смотрят И думают Что этот Трамп Виноват в том Что черные громят Я не могу Значит может Я ошибаюсь Но так Как я не могу Этого себе представить То я думаю Что у нас будет Завал Людей Которые побегут Которые раньше Не голосовали Побегут голосовать Против демократов А идиоты Останутся дома Вот на это Мы и рассчитываем Еще один звонок Если бы сейчас Барак Обама Сидел в белом доме То у нас же Уже все газеты Орали бы Три месяца Отменить выборы На год их перенести Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Я хотела Леону Задать вопрос Пожалуйста Задавайте Леон Здравствуйте Я Я звоню из Нью-Йорка Меня звать Лариса Я бы хотела знать Как вы относитесь К саботажу Я считаю Что это был Какого-то рода Саботаж Эспора Нашего секретаря В Дефенс По отношению К Трампу Спасибо Если вы говорите О его заявлении Что он не готов Вводить армию В города Американские То это не был Саботаж Это была просто Констатация факта По конституции США Запрещено Кроме как Случаев Когда есть Национальная Безопасность Вводить войска На территорию Скажем Средневеком В Америке Войска Как и ЦРУ Должны действовать За границей США Пока что На нас никто не напал Пока национальной безопасности У нас нет Опасности И то что Трамп пугал Да он пугал Трамп очень много чего Говорит Господа Вы не заметили Что он много говорит А делает он Значит Часто другое Или меньше Трамп Это Трамп Трамп Знает как Скажем Надавить Иногда К сожалению Он Говорит вещи Которые Не нужно Говорить Вот это Не нужно было Говорить Но У нас по конституции Сказано И очень рад Что вылез кто-то В данном случае Руководитель нашей армии И сказал Нет ребят Не волнуйтесь Никто в армию Вводить Не собирается В города По моему Резерекшн Акт Называется Закон Который Позволяет Использовать Вооруженные силы Внутри страны И кстати Это Имело место Быть Уже Несколько раз И последний раз Если не ошибаюсь В 92 году Окей Давайте мы Сделаем перерыв Послушаем Рекламное Объявление После чего Вернемся И обязательно Продолжим Возвращаемся В программу Леона Вайнштейна Голос здравого смысла Телефон В студии По прежнему 847-400-5200 Еще Меня Несколько Покоробило От того Что Похороны Флойда Превратились В такое Национальное Мемориальное Шествие То есть Транслируется По всем Каналам Телевидения Так вот Сделали из него Такого Национального Героя Хотя у человека Репутация И биография Довольно Довольно Непростая Мягко говоря Ну Он же Ведь И он А некий Символ Мог быть Любой Другой Просто Ждали момента Ждали Кого-нибудь Дождались Его Предыдущие Ребята Тоже Из-за которых Были Всякие Там Раяц И Беспорядки Помните Там С Замерманом Эта история Выяснил Что человек Тоже Не Самой Лучшей Репутацией Потом Этот Самый Парень Который Аптеку Ограбил И его Схватила Схватила Полиция Потом Постерево Был Фергюс Схватила Кому-то Полиция Делает Какие-то Действия Потому Что Она Пытается Остановить Задержать Некого Преступника А В тот Момент Или Сразу После Тобок Он Совершил Некое Преступление В процессе Этого Преступления Значит У нас Население 15% Черного А 50-52% Убийств В США Произведено Черными Ну Что делать Череподелаешь Их больше В тюрьмах По-моему 65% Всего Населения Тюрем У нас Афроамериканцы К этому Можно подойти Так А В Америке Всего 15% Населения А 65% Населения Тюрем Они черные Значит У нас Есть Расизм Нет Расизма Нет Ребят Создался Это Проблема Нарыв Который Надо Череподелаешь Решать Не то Что А Наплевать Пусть Придется Решать Что Мы живем Рядом С этим Видите Она Выливается Как только Появляется Некая Сила Которая Может Сделать Тебе Больно Надо Искать Какие-то Способы Чтобы Она Это Больно Не Сделала Выседеть Обратно Не виноваты Не правы Они родились Здесь Они такие же Американцы Как все остальные Мимо них Проходят Америками Свободами Ценностями Отцы Основателей Конституция Это Не вина Наша Но Это Наша Проблема Потому Что Они Бурлят Их Там Кто-то Находить Какие-то Способы Для того Чтобы Этот Нарыв Надрезать Я Понимаю Что Хочется Взять И Всех И Бить палками По головам И Большинство Из них Закопать Головой В клуб Но Это Не Получится Это Надо Будет Как-то Решать Оно Существует Кошмар С моей Точкой Виноваты В этом В значительной Степени Демократы Которые Держат Эту Силу Как Китай Держит Северную Корею Надо Наузьки Наузьки В тот момент Китаю Что-то Не нравится Северная Коре Начинает Пулять В сторону Японии Бомбами Какими-то Ракетами Все То же Самое Принцип Тот же Самый Но Оно Существует И Это Надо Решать Знаете Когда Есть Бандиты На Дороге То Ты Не Начинаешь Говорить Я Не могу С ними Разговаривать Либо Нанимаешь Огромное Количество Полицейских И Вылавливаешь И Отстреливаешь Либо Начинаешь Выяснять Каким Образум Снизить Количество Мы Ведь Когда Если Помните При Бараке Обаме В Айсис Ехало Огромное Количество Мусульман Со Всего Мира Все Либо Ехали Можно Начать Их Отлавливать Вместо Этого Раздолбали Айсис При Трампе Лишили Их Земли Халифата Больше Нет Ехать Больше Некуда И Все Понимают Что Если Туда Поедешь Тебя Просто Убьют И Все Никакого У тебя Будущего Нет И Нет Восторга И О Наши Мусульмане Всех Бьют Наоборот Не Бьют Прекратилось Никто Не Это Калифат Уже Никто Не Занимается Тем Что Тренирует Находит И Прочее Посылает Молодых Мусульман На Ближний Восток Кончилось Надо Найти Корень Этого Проблемы Это Будет Значительно Сложнее Чем С Айсис Проблемы И Пытаться Начать С ней Работать И Обучение То Что Завайте Education Не Только Обучение Много Чего Другого Воспитание И Прочее Будет Длинная Работа Это В свое Время Взяли Демократы Вернее Так Либералы И Воспитали У нас Сейчас Два Поколения Людей Которые Готовы Становиться На Корене Целовать Сапоги У Кого Гитлеровцы Сказала Целуй 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 Они Целуют А теперь Говоришь Ты Виноват Ой Я Виноват Воспитали Людей Которые Не Умеют Сами Защищаться Не Умеют Сами За себя Постоять Они Всегда Бежали К Учительнице Потому Что Им Запрещалось Бить Морду Обратно Тому Человек Который Сказал Тебе Взя Мама Проститутка Они Не Били Ногой Нельзя Иметь Дома Потому Что Не Дай Бог Ты Воспользуешься А Как Ты Можешь Ранить Человека Который Лез К Тебе Ограбит Он Просто За вещами А Ты Его Убил Несовместима Человеческая Жизнь С материальными Вещами Я Надеюсь Большинство Населения Страны Все Еще Имеют Индивидуализм Как Основную Идею Существования И Не Дадут Этому Коллективному Безумию Мешать Им Скажем В их Нормальной Человеческой Жизни Точка У меня Есть Большая Надежда На Америку Она Проснулась С Трампом Я Очень Надеюсь Что К Проснувшимся Презиняется Еще Довольно Большое Количество Людей Которые Просто Очумеют Сейчас Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый Добрый День Последний Раз Извините Я Хочу Трампа По поводу Военных А теперь И бывшего Работника Келли В защиту Матиса Который Уже Сказал Что Я еще Не видел Такого Президента Который Раскалывает Страну Обратите Внимание Это Военные Которые Точно Так же Уже По видим Поражены Либерализмом В худшем Понимании Этого Слова Обратите Внимание На это Вы знаете Я служил В израильской армии Я не служил В американской армии И вот Служа В израильской армии В этот момент Это было довольно давно Некоторые из вас Господа Еще не родились В этот момент Я служил С 75-го По 77-й год В израильской армии В НТБ Как раз Было Я был В артиллерии Нас как раз Бросили Марш-бросок В сторону Советского пролива Мы стали На нашем берегу Лили пушки Подняли стволы Мы легко Достреливали До Александра И поэтому Мы обеспечили То, что они Не начали Какие глупости Делать Так вот В это же время Создалась Целая Группа Прослойка Молодых офицеров Причем Некоторые Талантливые ребята Талантливые ученые Талантливые Талантливые Офицеры Кто угодно Которые Требовали Называлось Это Шалом Ахшав То есть Мир Немедленно Мир Сию Секунду И говорили Что Ну как же так Мы же действительно У них территория Они хотят жить Вот если только Они же хотят Просто Что мы ушли Из Из Вот Их поселений Из тех земель Которые они считают Исконно Своими И вот И тогда будет мир И тогда будет все очень хорошо Будет очень здорово Да Вот ты думаешь Смотри Так сказать Молодой ученый Так сказать Умный человек Был капитаном Или там Майором Где-то Так сказать Командовал батареей Или там батальоном Или чем-то еще Блестяще это делал Ушел Что называется На гражданку Тоже там все Вот А идиот И тут я начал Вот понимать Будучи вот В израильской армии Я вдруг начал понимать Что есть два Ума Один ум А другой мудрость В английском языке Тоже есть Разделение Между wisdom И умом И что они Совершенно Не совпадают Один с другим Иногда совпадают Тогда мы получаем Черчилля А в большинстве случаев В общем нет То есть можно быть Гением И подонком Очень легко Так вот Огромное количество Блестящих офицеров Идиоты Точно так же Как подавляющее Большинство врачей Которые я в своей жизни Встречал по крайней мере В Советском Союзе Были абсолютные Недоумки И недоучки При этом Часть из них Было прекрасными Протезистами Зубными Специалистами Или хирургами Никакого отношения Одного к другому Не имеет Они идиоты Недоумки И т.д. Матес Он наверное Очень талантливый человек В военном смысле Но он человек Зараженный Той бациллой Которой заражается Очень много людей Под названием А что такое Хорошо для племени Господа Мы уехали Не знаю как все другие Может быть по другому поводу Но я уехал В свое время Из Советского Союза Ну открылась Поэтому уехал Но с моей главной идеей Было следующее Я больше не хочу Участвовать в игре При которой Мое Вот Мое хорошо То что мне нужно Всегда Менее важно Чем хорошо Какой-то Безлик И безымянная Масса Под названием Мы Мы Советское государство Мы народы Мы колыбель Мы и прочее Но я хотел Уже У меня приятель был В пятом классе У нас были уроки Общественного ведения По пятнице Вот И когда спросили Какие-то вопросы Я поднял вопрос В руку И мучитель Сказали Да Боря Скажем Что такое Он говорит Понимаете У пап Мама Она вышла замуж И вот это отчим И у них новый ребенок И мы пытаемся Делать уроки А отчим маму бьет А что ты мне это рассказываешь А я хочу Чтобы перегородку Построили в комнате Чтобы папа Ну папа Он его называл Бил бы маму За перегородкой Мы в это время Могли заниматься На что умная учительница Ответила так Наш советский народ Занят построением коммунизма У нас нет времени Отвлекаться на твою перегородку Так вот Я хотел очень уехать Потому что я хотел бы Строить свои перегородки И плевать на то Куда они в это время двигаются А Матиос нет Матиос считает Наверное Что мы двигаемся куда-то И плевать на твою перегородку Вот и все Это два разных взгляда На жизнь Человек Который говорит Что Трамп Раскалывает страну Должен быть Либо подонком Либо сумасшедшим Либо козлом И вот Матиос Не сумасшедший Наверное Думаю что не подонок Значит козел Кстати сказать Когда мы Положительно восприняли Назначение Матиоса На должность Министра обороны Иван Денисов Наш Ведущий Одно из наших программ Выразил скепсис По поводу Матиоса Помятую о том Что он занял В свое время Антиизраильскую позицию Вот так И оказывается Я этого не знал кстати Да Ну в конце концов Занял и занял Бог с ним Он занял антиизраильскую Проиранскую позицию На самом деле Он был против того Что если вы помните Что мы вышли Из сделки Иранской Да Ну это Тут Тут очень сложный вопрос Это был Очень большой гамбит Который делал Делал Трамп Я был за него Естественно Но это был Очень большой гамбит Я понимаю Почему с точки зрения Там военной Военные вообще Всегда считают Что вот сейчас Сейчас надо решить Проблему Сейчас А потом Мы будем ее решать Хорошо Давайте Примем еще звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Спасибо Что подождали Я видел Одну новую Провокацию По вобу Которые готовят Молодая девушка Стала приставать К полицейскому Вроде бы даже Ну мало То что Я видел То видео Где она Лицом к лицу К нему была Ну вроде бы Есть видео Где она Даже бьет Его по лицу После он ее Отталкивает Она демонстративно Картина падает И сейчас подает На него в суд За все эти дела Ну Вот так И есть адвокаты И есть семьи Которые все это Вот Вот так Более того Я хочу добавить Что она тренировала И их тренируют В этом Как это делать Как оскорблять Как подбегать Как картинно падать Она тренируется И ее То что называется Актерский Кок Актерский тренер Ее тренирует И тому подобное Кроме того Будет конечно полно Сейчас копикетс То есть Девушек и прочее Одновременно гуляют Видео Когда идет Черный в метро То что Передачи я видел Да Где-то не помню В каком метро Значит Идет Взял Толкнул Кого-то Пошел дальше Ему девушка Что-то сказала Он взял эту девку Как шваркнул ее А А Настоящий поезд Головой Вот И пошел дальше Никто ему слова не сказал Она лежит на асфальте Я видел другую сцену Когда Полицейские пытались Остановить Афроамерикану Такую Дородную Причем Белый полицейский Она ему сначала Правой рукой А сбоку От нее стоял Афроамериканец Полицейский Она его Белого полицейского По лицу Ударила Сначала Правой рукой Потом Левой Тот бедный Взялся за нос В ответ на это Афроамериканец Полицейский Так ей Втащил Она так Бревном Бум Ну да Будут провокации Все время Господа Вот очень важно Не пойти сейчас В расизм Потому что Это то Что они от нас хотят Это то Что и Путин хочет И Китай хочет И Иран хочет И к сожалению Хочет Демократическая партия И к сожалению Хотят все глобалисты Во главе Там скажем С Соросом С Хиллари Клинтон С Барака Бабама И тому подобное Поэтому Давайте пытаться Я знаю Что в нашей комьюнити Есть такое Так сказать Президительное отношение Там называют Всякими там Животными Афроамериканцев Господа Это люди Которые Которых обманывают Которые обошли И которых используют Они Они такие же люди Триста Там двадцать Двести тридцать Поколений тому назад Мы все произошли От одной женщины Проверьте мне От одной Женщины Она называлась Лиева И вообще у нее Не было имени Это не важно Важно то Что мы потом Разбежались Разошлись Там и прочее И прочее У них такие же Количество Вещества серого И извилин в голове У них нет культуры Нажитой Нашей У них есть там Своя Я совершенно не говорю Что зулузская культура Равна французской И что Версаль Равен хижине Которую построили Но просто Они Они не виноваты Это беда Точно так же Как это наша Беда И эту беду Надо этим заниматься Поэтому Только давайте Друг другу Не поддаваться На эти провокации Которые нам устраивают Эти падлы Глобалисты И демократы И социалисты Да И не будем пытаться Не будем становиться Вот так сказать Неграми Навистниками Там чернонавистниками Расистами Там И кем угодно Потому что Это неправильная Дорога Они Обманутая Точно так же Как в России 70% населения За кого-то Голосуют 80-90 Не знаю за что Их задурили Обманули Привели в состояние Быдла Абсолютно Это не означает Что всех надо Расстреливать И топить В болоте Они живут Своей жизнью Это наверное Если бы это было Наше дело То мы бы пытались И каким-то образом Их воспитывать И себя воспитывать Чтобы мы не дошли До уровня Их же То же самое Надо делать здесь Хотела бы с вами Согласиться Но единственное Вы говорите Проблема Ну назовем ее так Проблема гетто Ее надо решать Она никогда не будет решена Потому что Эта проблема Используется В политических целях Она культивируется Ее взращивают Ее лелеют Ее используют Каждые 4 года Это Да Это проблема То самое Что я То что сказал Я просто говорю Что нам Из-за этого Начать Говорить Там всякие Там российские Там лозунги Слова И тому подобное Я бы очень Предостерег людей Не потому Совершенно Не потому Что я политический Корректор А потому Что это Неправильно Вот неправильно Это Значит Ни черные Ни зеленые Ни коричневые Ни многоухие Они не враги Наши Их Им задурили Голову Подонки И надо Именно Как относиться Они больные Тем Что им Задурили Голову Попробуем Принять еще Один звонок Пока есть Время Добрый день Здравствуйте Вы знаете Леон Вы сказали Они такие же Люди Мы все Произошли От одной Женщины Но Гитлер Тоже Произошел От той же Женщины Поэтому Но он Был Какой-то Другой Конкретный Человек Делает Конкретный Поступок И за него Должен Конкретно Отвечать Ну вот Они должны Ответить Но они К сожалению Не ответят Секунду Вы задали Вопрос Я на него Отвечаю Потом Захотите Продолжить Я с удовольствием Дам вам Возможность Продолжить Значит Мы с вами Согласны 99% Я знаю Кто звонит И знаю Ваши Взгляды И тому подобное Так вот Немцы Тевтонцы Гунны Не виноваты В том Что Гитлер И Партия Которую Он не создавал Его кстати Он просто Принял мне участие И стал лидером Вот Эта партия Приняла Определенные Законы И тому подобное И начала действовать Таким образом В этом Тевтонцы Не виноваты Гальские племена Не виноваты В том Что Деголь Подонок Не виноваты И т.д Значит Аттилла Дэхан Совершенно Не тот человек Из-за которого Можно сказать Что всех монголов Надо винить Вот и все Спасибо Спасибо всем Леон Вам огромное спасибо Как всегда Содержательно Интересно Поучительно И до встречи В следующий раз До свидания Продолжение следует